уважаемые любители моих небольших роликов и читатели книг сегодня мы продолжаем наши опыты связанные с анализом человеческой эволюции в условиях карантина ну и сеть сегодняшняя передача называется прелести сортинга потому что она является чистым воплощением того что я описываю в книжке церебральный сортинг почему но потому что на своих глазах видим как это осуществляется на то что описываю в книге а именно как происходит замена одной конструкции мозга архаичной которая была в предыдущем поколении на совершенно новую современную многие выпрашивают а как же это вот мол где происходит но происходит многогранно то есть все говорят ну как же вот там у людей власть людей деньги огромные ресурсы всякие десанты диверсанты всякие там силовики но вы не забывайте что эти все силовики это все такие же как мы и несмотря на большие зарплаты у них тоже проблем хватает им тоже не все нравится поэтому смена церебрального сортинга то есть смена инструментов отбора происходит невидимым способом который я описываю в этой книжке это каждый раз невидимо пока произойдет но на самом-то деле мы видим собственно говоря некоторые плоды карантина ну во первых мы видим что малый средний бизнес в общем-то отдает богу душу он так отдавал окончательно то есть на самом деле просто усилились эти процессы но про науку говорить тут нечего это вообще прелестно потому что там научный сотрудник с кандидатской степени с 20 летием с 20-летним опытом работы он например сейчас получает 50 тысяч рублей понятно что перед выборами ну известно он получал повысили зарплату там с 15 тысяч до 120 дал был даже похоже на то что есть забота о науке но сейчас уже все вернулся на круги свои сейчас это 50 те же самые 15 три года назад так что с наукой все в порядке и полет ракеты илона маска он показывает насколько плохо все она взлетела конечно это низкоорбитальная ракета но это такой автобус внутри я надеюсь что ближайшее будущее будет много интересных биологических экспериментов независимо от нашей станции на этом замечательном аппарате пилотируем будет интересно потому что давным давно ничего не производилась моя лаборатория участвует в этом начиная с далеких 80-х годов знаменитого спутника 1887 ну и со всеми космическими проектами американскими крысинами и прочим прочему участвовать поэтому очень надеюсь на начало новой работы уже на основании использования это замечательного космического аппарата пусть со всеми недостатками но он есть они только слова ну и так сказать мы видим всякие другие события это искать некоторые итоги очередные корона вирусных прелестей а теперь посмотрим на то как происходит система подготовки смены церебрального сортинга в настоящих условиях мне говорят что никто естественно не будет жертвовать никакой властью конечно нет но посмотрите как люди имеющие огромные ресурсы власть используют компьютерные технологии ну во первых qr-коды те самые которые вы привели в ярость большую часть населения страны блокировка походов выходов магазины но я уж не говорю про гуляние вокруг дом до двух километров домами и плавание в бассейне так чтобы вокруг тебя было пять квадратных метров но это понимаете за пределом идиотизма а вышло поймите для того чтобы такие вещи объявить нужно же было посоветоваться специалистами нужно было посчитать и они же ведь твердо сказали но сотрудники что они все посчитают все будет в проверенной электроникой как написали на советских дырявых презервативах на каждом проверен электроник ну знаете с населением было все в порядке так вот сделано то же самое то есть пообещали то эти компьютерные мальчики что что они всех сочтут все учтут все рассчитают и все возможности все есть и конечно люди для того чтобы сохранить свою старую модель искусственного отбора мозга у какого типа советского того самого административных команд они же ведь пришли из комсомола сейчас уже так поднялись высоко из молодых партийцев а зачем они шли они шли же не для того чтобы осчастливить население нашей страны в советские времена по власти они шли того чтобы добраться до распределителя на грановского где отоваривались советские бонзы больше незачем а потом когда стал разваливаться страна естественно что они прихватили все что было нажито непосильным трудом в советский период но сейчас они там физ в писках форбс и в других местах естественно что эти люди и так просто ничего не уступят но они вынуждены призывать всех помощники вот этих вот обладателей новой конструкции мозга тех самых программистов компьютерных мальчиков которых и издевательски называю на самом деле это люди будущего если говорить об этом серьезно и они делают для них все чтоб эти старые псевдо комсомольцы сохранились во власти но этого не будет почему потому что они делают это как ну например представьте себе людей которые дали совет гулять домами или плавать в бассейне по площади 5 квадратных метров через воду конечно вирус вообще не передается но это всем известно кроме некоторых то есть это анекдот понимаете каждый шаг компьютерного компьютерной реализации социальных процессов то есть когда с помощью когда индивидуальные компьютерные паспорта и прочее прочее но уж понимаете что будет происходить то есть больше провокации причем абсолютно искренней для смены механизмов церебрального сортинга и отбора этих ребят из бывших комсомольцев придумать невозможно поэтому я могу только сказать что понимают это эти программисты организаторы этих компьютерных процессов не понимают для эволюции это никакого значения не имеет вот эта штука работает независимо от них и они и не контролируют нет по ней в они можно прочитать как его контролировать в моих книгах но их слава богу судя по тиражам особенно никто не читает поэтому секретное знание самый секрет она растиражирована но не употребляется в чем залог значит нашего успеха таким образом происходит естественный замена не может быть и с лучшими желаниями отвечают на вопросы чутких руководителей как надо сделать но они хотят всех построить всех чтобы никто там не трепахнулся они строят из этого получается анекдот издевательства провокации падение рейтингов но это все равно не доходят конструкция мозга к сожалению разные их не можете объяснить предыдущему обладателю старинной административно-командной конструкционной системы то что сейчас будет происходить в результате получается да в лучшем случае анекдот а в худшем случае меня и смена отношений причем такая что тут надо уже подумать серьезных о серьезной борьбе с про такими проблемами и тут у нас есть большие так сказать заначки большие скажем так наработки у нас же есть огромное общество военно-историческое у нас есть прекрасные реконструкторы которые изображают кто французов кто наших военных на бородинском поле у нас есть не менее выдающиеся реконструкторы второй мировой войны я не шучу это совершенно все серьезно прекрасные люди которые точно знают какая пуговица у кого было вот мне кажется надо их привлечь и организовать реконструкцию такую историческую тем более она будет носить патриотические даже гуманистический характер реконструкцию можно назвать владимирский тракт ну то есть все приходят на реконструкцию в соответствующей одежде кто в полосатенькой кто просто в робах кто в лаптях кто в сношенных сапогах кандалы можно взять их для образца в музей революция думаю в запасниках там много образцов ну да мы могут использовать более облегченный и вот все кто чувствует что владимирский тракт в общем-то по ним плачет может спокойно собраться где-нибудь в районе шоссе энтузиастов измайловского парка там есть кусочек я его в свое время присматривал для тогдашних комсомольцев вот сейчас его можно их туда отправить они уже постарели конечно на 40 лет но тем не менее спокойненько встают по четверо и спокойно бредут по владимирскому тракту ну как вы понимаете ближе к богородскому который почему-то называется ногинск или к владимиру у многих откроется третий глаз ну или выпадет чакра к сожалению прояснение может возникнуть только таким путем мы может быть захочется как-то родине помочь и даже может быть деньгами надеюсь что такая реконструкция возглавляемая особенно известным расчленителем соколовым она может придать новый импульс неким желанием восстанавливать нашу историю в ее самом изящном и поучительном виде на этом до свидания и и и и и и и Продолжение следует...